МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Нет покоя нашим старикам, объявились охотники за их накоплениями. Как сделать жизнь радостнее и интереснее? Портрет мастера. Шахтер вновь порадовал своих болельщиков. Выиграл серьезным счетом у хорватской команды. Угольная промышленность является стержнем индустриальной мощи нашего региона. От того, насколько добросовестно предприятия отрасли будут выполнять свои обязательства по модернизации производства, зависит не только состояние экономики, но и самое главное – жизнь и здоровье шахтеров, отметил Акимобласти Нурмухамбет Абдибеков на совещании, где рассматривалось текущее положение дел в угольной промышленности. Совещание началось с рассмотрения ситуации на шахте ТО Кумер-Куат, где 30 июля произошел пожар, ликвидированный оперативной группой филиала ВАЗ Кумер. Люди были выведены из шахты в 19.10. Отделения ВАЗ Кумер отработали по разведке. Четыре отделения работали на месте. Было принято решение сделать капитальную перемычку. Угольные шахты всегда были и остаются объектами повышенной опасности по условиям труда. В связи с этим глава региона акцентировал внимание на обеспечении гарантии безопасности жизни и здоровья работников, занятых на опасных производственных объектах. В своей работе, конечно, мы всегда должны помнить о безопасности и направлять всю работу на качественное обеспечение наиболее благоприятных и безопасных условий труда на производственных участках. В Карагандинской области в настоящее время действует 11 шахт, 6 угольных разрезов и 5 малых угледобывающих предприятий. Добыча угля в области возросла с 25,9 миллионов тонн в 2009 году до 32 миллионов тонн в 2013 году, а прогноз на 2014 год составляет 32,5 миллиона тонн. Развитие угольной промышленности неоднократно рассматривалось на правительственном и региональном уровне. В настоящее время, согласно программе стратегического листа шахтного департамента, увеличение наличия только до 13,5 миллионов тонн в 20-м году. То есть, как и на лицу, тимбаланс между производственным стагом и добычей угля. Для увеличения добычи угля на шахтах, в первую очередь, необходима реконструкция подъемов в организации коммерческого транспорта на действующих шахтах. Альтернативным вариантом является строительство нового шахта от добычей подключителей и перерывов, и получение кофер-концентраторов. На сегодняшний день в Карагандинской области имеется огромный потенциал высококвалифицированных кадров, специалистов, ученых, достаточная материально-техническая база. Поэтому важно активно продолжить работы по диверсификации угольной промышленности, в том числе по глубокой переработке угля, развитию углехимии, внедрению новых инновационных технологий и, конечно же, по созданию безопасных условий труда, отметил глава региона Нурмухамбет Абдибеков. Гульнур Жакен, Нурсултан Исаев, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Аппаратно-программный комплекс «Автоураган» предназначен для выявления в транспортном потоке дорожных правонарушителей, находящихся в розыске автомашин, неплательщиков, штрафов и налогов. Реакция у водителей была разная. Кто-то возмущался, а кто-то искренне интересовался. Как все это можно узнать прямо на дороге? Руководителем департамента по исполнению судебных актов Карагандинской области утвержден график ежедневных дежурств. Судебные исполнители совместно с сотрудниками административной полиции будут выявлять нарушителей и должников. Также «Автоураган» применяется для контроля скоростного режима, автоматического розыска транспорта, фиксации нарушений ПДД и оценки загруженности трасс. Благодаря приобретенной Акиматом области автокомплекса «Автоураган» мы ежедневно уже в течение трех дней выезжаем с сотрудниками административной полиции на рейдовые мероприятия по задержанию автомашин, которые находятся в розыске или по автомашинам, которые имеются, не исполненные решения суда. За три дня работы комплекса «Автоураган» осуществлена проверка 10 350 единиц автотранспорта. Из них выявлено 580 транспортных средств с нарушением по скоростному режиму. Выписано уведомление на общую сумму более 2 миллионов тенге. По линии судебных исполнителей поставлено на штрафную стоянку 7 единиц автотранспорта. Общая сумма составляет 650 тысяч тенге. За шесть месяцев 2014 года по нарушениям, зафиксированным стационарными скоростомерами, направлено 5668 предписаний на сумму свыше 90 миллионов тенге. Из них было взыскано 5064 штрафа на сумму свыше 59 миллионов тенге. Аппаратно-программный комплекс «Автоураган» значительно облегчает работу полиции. Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. В области объявились мошенники, специализирующиеся на воровстве у глубоких стариков. У темиртауского долгожителя украли более миллиона тенге. Мошенники в Темиртау отработали, по их мнению, беспроигрышную схему. Мужчина и женщина приходят к старикам в тот момент, когда они бывают дома одни. Объявляли, что они из поликлиники, далее по обстоятельствам. В поликлинику почему столь времени ходите? Ну, я так подумал, что медсестра, она сказала, как медсестра. А он стоит, она прошла, он стоит в пороге. Ну, вот эта спросила, потом говорит, а у вас есть прибор, давление смелить? Вот тут бы призадуматься, что за медсестра такая без тонометра, но... Про больничную поразговаривали, а потом она сейчас деньги меняет, очередь там, дескать, старые деньги. А он стоит, смотрит, какая реакция ему будет. Вот так, суть до дела. За ничего не значащим вроде бы разговором перешли конкретики. А не помочь ли поменять денежки? И есть ли они у вас? Долго я так сомневался рассказать, а потом что-то сделал с головой. Я ей сказал, есть. Пенсионер сам вытащил деньги из протайного места и показал купюры, чтобы узнать, какие надо менять. Именно в этот момент мошенница и предложила сдать заодно анализы, чтобы не ходить в поликлинику лишний раз. Покуда я в туалет стоял, ходил, они этим временем деньги забрали. Я вышел, что-то у меня с головой, костюм так бросил, денег нет. Добыча, доставшаяся мошенникам, составила миллион сто тысяч тенге. Пенсионер, естественно, обратился в полицию с надеждой, что его сбережения будут найдены. В 91 год начинать все с нуля не так-то просто. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система Профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Вчера состоялась премьера фильма «Стражи Галактики» на государственном языке. Ассоциация Булашак и компания Меломан в течение трех лет обеспечивают дубляж шести фильмов. В том числе двух совместно с фондом Самрук Казана с переводом на казахский язык. В текущем году в рамках реализации проекта «Жаста Ротанга» был сделан дубляж трех фильмов. «Малефисент» и «Стражи Галактики» и «Новый Человек-паук». «Стражи Галактики» — это фантастическая комедия, основанная на комиксах компании Marvel, которые издаются с 1969 года. Этот фильм о вечной борьбе добра со злом. Главный персонаж фильма изначально являлся отрицательным героем, но в ответственный момент принимает правильное решение и переходит на сторону добра. Такую эволюцию проходят многие из героев фильмов. Это замечательный примет для нашей молодежи. В текущем году в рамках партийного проекта «Жаста Ротанга» планируется дубляж трех фильмов. Название фильмов «Малефисент» — «Стражи Галактики» и «Новый Человек-паук». В данный момент идет фильм о «Страже Галактики». Очень интересно проводится он на государственном языке. И как бы очень много желающих людей пришло на данное мероприятие. Режиссер дубляжа фильма «Стражи Галактики» Тимур Балымбетов. Сам он фанат комиксов Marvel с детства. В дубляже приняли участие 20 актеров. Фильм на казахском смотрю первый раз. Впечатлений масса, непривычно слушать на казахском языке такой фильм. Но в принципе смотреть можно. Круг зрителей на премьере был широк. И взрослые, и дети с удовольствием смотрели фильм. Казахстанская премьера «Стражи Галактики» будет длиться с 31 июля по 20 августа в кинотеатре «Киноплекс». Дубляжные работы получили высокую оценку главы государства. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Программа по развитию сельского предпринимательства помогает реализовать мечту сельчан в реальность. Житель села Ботагара, который в прошлом году получил грант Акима области, рассказал о том, чего он добился благодаря этой программе. Житель села Ботагара Амангельда Бедельников, получив поддержку от Акимата, приобрел аппаратуру, которая позволяет ему изготавливать различные железные изделия. Сам Амангельда доволен тем, как развивается его бизнес. Вот я сделал это, чтобы люди, смотря на село Ботагара, заказывали у меня решетки. Благодаря рекламе сейчас заказов стало намного больше. Я выражаю благодарность Акиму области, Нурсултану Абишевичу, за то, что они мне помогли. Жители села радостно приняли новость, что в их селе есть человек, который помогает обогораживать улицы Ботагары. Местные люди только положительно отзываются о работах Амангельда. Хотелось бы, чтобы поддерживали Амангельда и вонными работами. Поселок хорошо о нем отзывается. Поддержку ему для таких работ. Хочу пожелать ему дальнейшего процветания, продвижения в ионной работе. Золотые руки у человека действительно. Спасибо ему. Надеемся, что у него будет все получаться. Дело Амангельда не только полезное для села, но и является прибыльным для частного предпринимателя. У Амангельда огромные планы на будущее касательно своего бизнеса. Вот так, благодаря своему трудолюбию и упорству, этот человек добивается значительных успехов. В Астане закончился чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на треке среди юниоров. По результатам соревнования карагандинские велосипедисты завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали, заняв первое общекомандное место. Соревнования проходили с 25 по 30 июля на столичном велотреке СРРК. В турнире приняли участие 132 спортсмена из 9 областей. От Карагандинской области в соревнованиях приняли участие 22 спортсмена. Соревнования проходили у нас в городе Астане с 25 по 30. Были соревнования, чемпионаты среди юниоров и юниорок. Также чемпионат проходил среди девушек, юноши, в республиканских соревнованиях, среди взрослых. Наши спортсмены достойно выступили на этих соревнованиях. Один из активных участников турнира – Роман Василенков. Он занял 4 первых места в разных номинациях. Роман является чемпионом Азии по велоспорту. Участники уже начали готовиться к следующему турниру, который пройдет в сентябре. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Местный клуб «Шахтер» в рамках третьего квалификационного раунда принимал в гостях хорватскую команду «Хайдук». Матч закончился уверенной победой, Горняков. 4-2. Карагандинская команда показала достойную игру, забив ворота соперника 4 мяча. Но, к несчастью, наши футболисты пропустили два мяча, которые осложняют ситуацию в преддверии следующего матча. На 10-й минуте игры после фирменной подачи Гедимана Савичуса из «Алта» Михлет Топчагич поразил ворота соперников. Не прошло и 10 минут, как Сандро Готель, накрутив наших защитников, сравнял счет. Забитый мяч заставил Горняков идти вперед. И тут Вичус продемонстрировал свое индивидуальное мастерство. Андрей Финончика после подачи из «Алта» установил окончательный счет первого тайма 2-1. В начале второго тайма игроки Хайдука пытались поразить ворота «Шахтера». С обилием опасных моментов достойно справился Александр Мокин. «Не забиваешь ты, забивают тебе» – так посчитали Горняки. Алдан Джидич после подачи из углового флажка головой отправил мяч в сетку ворот. В очередной атаке гостей ворота «Шахтера» назначили пенальти. Махсад Байжанов сыграл рукой своей штрафной. Несмотря на надежду болельщиков «Шахтера», игрок хорватской команды четко реализовал пенальти. Счет на табо не устраивал никого. Точку матча поставил вышедший на замену «Тахтар» Жангалышпай. Мы знали, как Хайдук играет, поэтому отдали им пространство, старались, чтобы они свои скорости не использовали. Ну и сами старались воспользоваться своим преимуществом при стандартах, в росте, при контратаке. Все это как бы получилось. То есть, единственное, я хочу сказать, повлиял... Вот я хотел бы, чтобы об этом написали, и чтобы в Азербайджане прочитали, что это безобразно. Я за всю свою жизнь такого безобразного свидетельства в Европе никогда не видел. Это всего лишь первая игра. Впереди еще 90 минут у нас дома. И команда, которая пройдет следующий раунд, это команда Хайдук. Решающая встреча пройдет 7 августа в городе Сплит. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49. Приятных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин